Приветствую вас, Алена, давайте разберем ваш вопрос. Смотрите, значит, вы пишете о том, что плакали, потому что первый раз услышали о себе некоторые слова, точнее, про свое лицо. И вы говорите о том, что вас уже называли красивой, и спрашиваете о том, как нужно было реагировать на ее высказывание, почему она так сказала. Ну, начать я бы хотел, наверное, с того, что вы спрашиваете, как нужно было реагировать. Этот вопрос, на мой взгляд, некорректный, потому что вы, по сути, как мне кажется, реагируете так, как можете реагировать, так как у вас получается реагировать. И, на мой взгляд, вряд ли вы сможете реагировать иначе, то есть, ну, сейчас, на данный момент, вряд ли вы сможете реагировать. На данный момент, вряд ли вы сможете реагировать по-другому, как-то. Вот. Вы могли бы реагировать иначе, если бы, ну, поработали бы над собой, если бы вы изменили свой взгляд, изменили бы свое отношение. Вот. В этом случае вы могли бы реагировать иначе. А так, на сегодняшний день, в вашем текущем состоянии, мне кажется, это сделать невозможно. Вот. Поэтому, собственно, я не думаю, что вопрос корректный. Другое дело, другое дело, как вы отреагировали? То есть, ну, каким чувством? Да. Чувство боли, это злости, это раздражение. Вот. А как вы умеете обращаться с этим чувством? С чувством, с чувством злости, с чувством раздражения, с чувством, может быть, обиды, может быть, чего-то еще. Вот. На мой взгляд, это весьма важный момент. Далее, вы спрашиваете про то, почему она так сказала. На мой взгляд, вопрос истерии погадать, потому что это третье лицо, мы никак не можем знать, почему то или иное сказал тот или иной человек. Мы этого знать не можем, в силу того, что не умеем читать мысли. Можно лишь предположить, но предположение вряд ли когда-нибудь вас окончательно в чем-то убедит. Точнее, потому что... Ну, потому что именно вот предположение это всегда вероятно. А вам, мне кажется, это не нужно. Мне кажется, что вам надо быть что-то другое. А вам нужно веро на это, скажем так. Понимаете, как это старый? Вот. Вот. Поэтому это очень, на мой взгляд, важный аспект. Важный аспект. Теперь, смотрите. То, что вы хотите быть красивым, это нормально, свойственность всем людям. То, что вы ориентируетесь на это тоже нормально. Но вопрос в степени, вопрос в уровне. Вы говорите, что вас называли красивой всю жизнь. Вот. И это нормально. То, что кому-то вы показались немножко другой, да, что очень нормально. Но вас это почему-то задело. Вот. Вопрос заключается в том, почему. То есть вы не опираетесь на себя, получается. Таким образом. Вот. Понимаете, как я? Понимаете, я сказал штуку. Вы не опираетесь на себя, вероятно. Вот. Так. Ну, в оценке, если я имею в виду оценки. Свои собственные аспекты. Вот. И это реально мне кажется. Мне кажется. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. вот. Так что, я думаю, что вам нужно больше опрос на себя. Для этого необходимо лучше прислушаться к себе. Для этого лучше, ну, имеет смысл лучше разбираться в себе и чувствовать себя. Вот. Такая вот штука. Вот. Вот. Такая вот штука. Это, мне кажется, то, чему может научить вас психотерапевт. Ну, опять же, вот. Вот. А если вы, конечно, хотите этим внимать. Вот. 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 Такая история. На мой взгляд. Это история того, что вы себя не слышите. Того, что у вас нет своих собственных представлений о себе. Получается. Да. То есть, есть представление других людей о вас. А о себе представления нет. И это вам очень сильно дает такое чувство удивливости от других людей. Ну, т.е. Вы же понимали, да? Что у вас задели слова, по сути, незнакомого человека. Вот. И это важно. Вот. То, что у вас задели слова незнакомого человека, по сути. Так что тут есть у вас внутренне определенный, скорее всего, комплект. И, как я уже сказал, да? Как бы ориентироваться на других людей. И смотреть на их, условно говоря, ну, на их реакцию, да, это нормально. Как бы. Но, делать это, делать это через чур, да? Значит, себя ставить в постоянную зависимость. И вот это вот уже привозно. Достаточно. Вот. 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 Поэтому тут, как бы, история именно с ПК. Так что, если я бы не призывал ни в коем случае полностью, как бы, отказываться от какой-то истории, да, что… Вам важно, как к вам относятся люди, как они вас видят. Тут это, мне кажется, ну, нормальный вывод. Ну и на себя, стараться тоже как бы нужно, понимаете, какая штука. Такая вот история. На мой взгляд, да, на мой взгляд. По моему мнению. Поэтому это то, что я мог бы вам сказать, что я мог бы вам ответить сейчас. Вот, ну, с такой вот позиции, да, с позиции психотерапии, с позиции, моего опыта, работы с людьми в частности. Такая вот история. Значит, на этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам будет полезен. Надеюсь, что мой ответ будет вам интересен. Я хотел бы, чтобы вы дали отклик на мой ответ. Это может послужить началом вашей работы над собой. И вы сможете увидеть для себя некие перспективы, которые сейчас, возможно, вам таковыми не кажутся. Вот. Всего вам самого доброго и удачи. Субтитры делал DimaTorzok